Новый премьер-министр Египта Хазем Аль-Баблуи готов работать с братьями-мусульманами. Он не исключил участие исламистов в переходном правительстве, которое формируется им в настоящее время. Впрочем, представители братьев уже заявили, что не собираются сотрудничать с временными властями и с военными. Сторонники свергнутого президента Мохаммеда Мурси продолжают акции с требованием его освобождения. Минувшей ночью они устроили марш протестов в Каире. Сотни египтян, считающих смещение главы государства незаконным, устроили шествие к президентскому дворцу. Мы выступаем против действий военных, которые возвращают к власти приспешников режима Хосни Мубарака. Отстатки бывшего режима начали яростную кампанию против народа. Мы не признаем военного переворота, который был осуществлен против нашей воли, вопреки нашему выбору, свободе и демократии. Мы отвергаем это. У нас все еще есть надежда. Мы верим, что великая египетская армия будет защищать легитимность и не пойдет против воли граждан и против свободы. Неспокойной остается ситуация на Синайском полуострове. Недалеко от КПП Рафах, на границе с сектором Газы, произошла перестрелка между военными и исламистами. Под перекрестный огонь попала маленькая девочка. От полученных ранений она скончалась. Сообщается также о гибели одного египетского военнослужащего. По данным СМИ, с 30 июня силы безопасности уничтожили или задержали на Синае уже около 200 боевиков, в их числе члены радикального движения «Хамас». Боевики еще одного исламистского движения «Хизбаллы», воюющие на стороне войск Башар Асада в Сирии, намерены открыть фронт против Израиля. Об этом сообщает «Рейтер», ссылаясь на свои источники в службах безопасности еврейского государства. По данным агентства, ЦАХАЛ перебрасывает к сирийской границе дополнительные силы. Агенты «Хизбаллы», в свою очередь, собирают информацию о расположении израильских сил на Голландах, сообщает анонимный источник «Рейтер». Отмечу, что в мае лидер радикального шиитского движения, шейх Хасан Насрала, уже обещал открыть на голландских высотах новый фронт против Израиля. Между тем, как сообщает британская газета «Телеграф», Саудовская Аравия нацелила баллистические ракеты на Израиль, а также на Иран. Издание опубликовало спутниковую фотографию военного объекта в районе Аль-Уатах. Это примерно в 200 километрах к юго-западу от столицы страны Эр-Риада. Эксперты, изучившие снимок, предположили, что речь может идти о подземной военной базе. Ракета китайского производства класса «Земля-Земля» из первой пусковой шахты нацелена на Тель-Авив, а из второй на Тегеран, пишет газета. В самой маленькой стране Евросоюза, Люксембурге, скандал вокруг работы спецслужб спровоцировал политический кризис. Правительство Люксембурга во главе с Жаном Клодом Юнкером ушло в отставку. Причиной стала критика в адрес премьер-министра. Его обвинили в неспособности положить конец противозаконной деятельности разведки. Речь, в частности, идет о прослушке телефонных разговоров политиков и о нецелевом расходовании средств. Сам глава правительства признает, что ошибки в работе спецслужб были, но обвинение в свой адрес отрицает, а единственным выходом из сложившейся ситуации считает досрочные выборы. Стоит отметить, что Юнкер являлся политическим долгожителем в Европе. Он занимал пост премьера с 1995 года. Неужели кто-то всерьез требует, чтобы премьер был в курсе всех действий разведки в 24-часовом режиме? Я не думаю, что раз в законе написано, разведка подчиняется непосредственно главе правительства, то каждый раз, когда что-то пошло не так, а мы об этом не узнали, премьер должен уходить в отставку. Ирландия подумает об абортах. Позже парламент страны перенес обсуждение соответствующего законопроекта. Документ, допускающий прерывание беременности, вызвал ожесточенные споры в парламенте. Сторонники нового закона выступают в защиту прав женщин, противники – в защиту морали. Премьер-министр Энда Кенни принял решение дать парламентариям время. В тонкостях ирландского законодательства разбиралась моя коллега Нина Шамуки. Легализация абортов – вопрос, размежевавший ирландское общество. Сторонники и противники закона, действующего в стране еще с середины XIX века, провели бессонную ночь на подступах к парламенту, где решалась судьба миллионов женщин и неродившихся детей. «Я пришел сюда поддержать женщин, которые имеют право на аборты. Здесь, в Ирландии, тысячи женщин, не получая соответствующего медицинского обслуживания, вынуждены ехать в Великобританию и там проводить эту процедуру. У нас должен быть более справедливый закон». В течение двух десятилетий в Ирландии шла полемика по вопросу легализации абортов. Однако финальное решение о пересмотре действующего законодательства было принято после трагедии, произошедшей в прошлом году. Женщина скончалась из-за заражения крови, случившегося во время затяжного выкидыша. Беременную не спасли, так как устранить проблему значило бы удалить зародыш, то есть сделать ей аборт. «Жизнь женщин была поставлена под угрозу из-за юридической ситуации в этой стране, из-за политической трусости правительств. Именно женщины умирали, именно женщины страдали, именно женщины были вынуждены бежать в другие страны, как преступницы, чтобы спасти свои жизни и защитить свои права». Действующее ирландское правительство во главе с премьером Энда Кенни поддерживает законопроект, который предусматривает возможность прерывания беременности в ситуации, если жизни матери угрожает опасность, а также если существует угроза совершения ею самоубийства. Но опасность угрожает и самому лидеру страны. Кенни ранее жаловался, что его атакуют страшными письмами, написанными кровью. Сообщения приходят от выступающих против легализации абортов. Премьер рискует прослыть убийцей, так как его обвиняют в потенциальном лишении жизни 20 миллионов неродившихся детей. Поскольку Ирландия является католической страной, искусственное прерывание беременности здесь подпадает под строгий запрет. По оценкам правозащитников, ежегодно 6 тысяч ирландских женщин делают аборты за границей, в основном в Великобритании. Последние опросы общественного мнения показывают, что большинство жителей страны поддерживают принятие законопроекта. Но оппозиция по-прежнему выступает против, заявляя, запрет абортов основан на принципах морали и защите права на жизнь. Нина Шамугия, РТВАЙ Ну что ж, это были все новости, о которых мы успели вам рассказать. Следите за развитием событий. Встретимся менее чем через два часа. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова